Глава, как мы сказали, целый и красота в иудаизме. Что касается заботы о теле и его красоте, иудаизм поощряет внимание к целесному здоровью с помощью правильной диеты и разумных физических нагрузок. То есть Тора говорит, что человек должен следить за своим телом, чтобы оно было красиво, то есть должен есть правильно и заниматься физкультурой, разумной физической нагрузкой. То есть Тора не говорит, что человек должен быть культуристом, но должен следить за своим здоровьем. Но целенаправленное построение мышечной массы и бодибилдинг как самоцель не находят в Торе одобрения. Именно в этом заключается суть противостояния Израиля и Греции в дни Маковеев. Хорошо известно, что одной из основ греческой культуры был культ тела. В спарте физическому развитию придавали особое значение. Истории известен период, когда в Греции каждого родившегося младенца проверяли на наличие телесных дефектов и изъянов. Если же дефекты обнаруживались, несчастного ребенка скидывали в пропасть. С другой стороны, в Греции были философы, которые уединялись в горах и пустынях, питались травой и пили из луж, чтобы воспитать и построить свою духовность. И когда сирийский император Антиох увидел в земле Израиля совершенно другую культуру, сбалансированную, сочетающую материальное с духовным, духовность главная в жизни. Но и в земном мире следует жить полноценно, нормально питаться, аккуратно одеваться, жениться и рожать детей, заниматься физическими упражнениями в должной мере, нечрезмерно пользоваться всем, что Творец создал в мире, его охватило чувство глубокой досады. Он вознамерился заставить всех евреев принять греческую культуру, но был побежден горский маковеев в верных торе Израиля и изгнан из земли Израиля вместе со своей грозной армией. То есть, да, мы знаем, кто принес в основном спорт, это греки, олимпиада и все это остальное. Поэтому у них были, то есть, с одной стороны, кто-то занимался, слишком увлекался строением своего тела, с другой стороны, были те, которые уединялись. Что говорит Тора? Человек должен жить в этом мире, пользоваться тем, что Всевышний создал в меру, должен жить нормально, как мы сказали, следить за том, что он ест, как он ест, следить за своим телом, за своим здоровьем, должен заниматься физкультурой для того, чтобы поддерживать свое тело здоровым и красивым. Но строение тела, бодибилдинг, культуризм, это не цель, не должна быть целью человека. Человек должен уделять время своему здоровью, а остальное уделять своей семье и изучению Тора. Подводя итоги этим главам, можно сказать, что духовный поиск, который приводит к полному игнорированию тела, как будто его вовсе нет, нереален и грешит и против истины. То есть, человек не должен забрасывать свое тело. О, я буду отчельником, я не буду за ним следить, как делали эти греческие монахи, пили из дужья и траву и так далее. С другой стороны, и чрезмерная увлеченность телом приводит к пересечению и отвращению, к духовным и физическим страданиям. Страданиям. То есть, чрезмерная увлеченность телом приводит к пересечению и отвращению, к духовным и физическим страданиям. Среди мы видим, что есть много людей, которые выглядят вроде бы здоровыми, с огромными мышцами, но вдруг они умирают 45-50 лет от харда таки, чего-то другого. Вроде бы они здоровы, но на самом деле это все не признак здоровья. Только правильный баланс между двумя этими составляющими человека, который достигается следованием указания Творца в его Торе, дает человеку наслаждение, душевный покой и удовлетворение нужд тела самым оптимальным образом. Мы удостоверились в этом, посмотрев выше многие заповеди с точки зрения их пользы для человека в материальном мире, хотя основная их цель связана с грядущим миром. То есть мы сказали с вами большинство медсвот, человек получает награду в будущем мире, но несмотря на это они полезны ему также и в этом мире. В этих главах мы познакомились с заповедями, приносящими непосредственную пользу физическому здоровью человека и с теми из них, которые полезны для душевного здоровья. Существуют заповеди, польза от которых становится очевидной немедленно, а есть и такие, воздействия которых невидимо, потому что духовно. Как мы говорили, человек должен правильно есть, кошерную пищу не смешивать, потому что нельзя, бриться мужчине нельзя, женщина должна ходить с покрытой головой, нельзя делать татуировки. И говорит, некоторые заповеди мы видим, что они влияют человека уже в этом мире, он видит вследствие исполнения этих заповедей, некоторые, нет, мы видим потом, потому что они более духовные. И все они воспитывают в человеке самообладание и контроль над удовлетворением своих желаний, то есть те качества, которые гарантируют успех во многих областях жизни. То есть для того, чтобы человек был успешным, что ему необходимо? Самообладание и контроль над удовлетворением своих желаний. Должна быть дисциплина, контроль, у нас всех есть желания, но человек должен научиться контролировать желания, чтобы у него главная была голова, а не сердце, а не его желания, чтобы он мог управлять своими желаниями и знать, когда нужно остановиться. В некоторых заповедях заложена, кроме того, особая воспитательная польза, например, таких как отсылание птицы из гнезда. Да, корову и теленка не режьте в один день, и во всех законах, связанных с запретом жестокого обращения с животными. Да, мы знаем, что есть митва, отогнать птицу на сетку. Кроме этого, что нельзя резать корову и теленка вместе. То, начнем одну заповедь сегодня, написано здесь так. Отцелание птицы из гнезда. Это одна из заповедей, кажущаяся, на первый взгляд, странной, однако в ней заложен на уровне простого смысла высокий воспитательный потенциал. Сказано в Торе. Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на земле с птенцами или с яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Отослать должен ты мать, а детей можешь взять себе, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои. Той человек не имеет права брать наследку с яйцами или с птенцами, а должен отдогнать за то, что отгонит, а получит благословение. Будет ему хорошо. В книге Зоор об этих стихах сказано. Это одно из скрытых указаний Торы. Есть в ней скрытые тайны, тропы и пути, известные посвященным, которые знают 32 тропы Торы. Мы же рассмотрим здесь один из простых аспектов этой заповеди и ее воспитательной пользы для человека и всего мира. Вот путник, шагающий по дороге уже много дней. Он ест то, что взял с собой в путь, подкрепляется плодами ничейных деревьев, которые растут по краям дороги, например, инжирами и гранатами, или жарит для себя птиц, которых ловит по пути. Если он видит сидящую на яйцах наследку, почему бы не употребить ее в пищу? Как и любое другое мясо, вопрос станет более понятным, если мы обратим внимание на рассказ Писания в книге царей о пораженных слепотой воинах Арама, которых пророк Ириша привел пленными к царю Израиля. Спросил его царь, убью ли, убью я их, убью ли, убью я их, отец мой? Сказал он, не убивай, разве тех, кого ты берешь в плен мечом твоим и луком твоим, ты убиваешь? Поставь хлеб и воду перед ними, пусть едят они, и пьют, и пойдут к господину своему. И устроил он им большой пир, и они ели и пили, и отпустил он их, и пошли они к господину своему. Этот рассказ нуждается в объяснении, ведь речь идет о врагах, которые пришли убивать, и только чудесным образом не преуспели в этом. Почему же их нельзя убить? Ответ содержится в словах Ириши. Разве тех, кого ты берешь в плен мечом твоим и луком твоим, ты убиваешь? То есть, если бы ты убил их во время битвы, это было бы совершенно нормально. Но если ты убиваешь пленных, ты приучаешь себя к жестокости. Понятно, что речь идет о ситуации, когда их убийство бессмысленно. Хотя их можно убивать как врагов, в данном случае не было причины их убивать, поскольку из-за страха перед Иришей не продолжали более отряды Арама приходить в землю Израиля. Так и в нашем случае. Тот, кто поймал птицу, может съесть ее после того, как зарезал по всем правилам. Но тот, кто использует преданность матери детям, когда она сидит на птенцах или на яйцах, и не улетает, когда к ней приближается человек, приучает себя к жестокости. И поэтому отослать должен ты, мать. То есть, почему мама сидит над яйцами, она их оберегает, она их сохраняет, она их охраняет. А ты сейчас хочешь эту преданность матери использовать для себя. Хочешь ее съесть вместе с ее птенцами. Поэтому говорит, ура, ты должен отослать мать, чтобы не быть жестоким. Это голубям тоже относятся. Это голубям тоже относятся. А голубь же это не кошерное, правильно? Голубь кошерное животное. Голубь считается самой кошерной птицей. Ну, как сказать, самой кошерной? Голубь, конечно, можно кушать. Голубь был птицей, которую приносили в жетву. Курицу петухов в жетву не приносили. Когда написано в твое птицей, имеется в виду голубь, горлица. В свете этого можно... Как нам говорят, что она кошерная? Кто? Дикий голубь. Любой голубь кошерный? Да. Как говорят, что у птиц есть у птиц знаки кошерности. Какой? Какой? У них должен быть зоб. Там, например, зарез, потом можно проедать. Кроме этого, ноги у них, три пальца впереди, один сзади. Клюв у них не такой, как у, я знаю, орлов, у коршунов. То есть не рвет он. И был большой вопрос, когда нашли, я знаю, в Индии, в Турке, когда привезли, в Индюка есть общины, которые до сегодняшнего дня Индюка не едят. Потому что раньше его не было. Проверили его позднее признаком кошерности, он подходит к кошерным животным. Но кроме этого, говорят, кроме того, что он должен быть кошерным, по признакам кошерности нужно, чтобы была мессора. Мессора, это имеется в виду, что было принято, и это животное есть. В Минерашии есть фотографии? Дальше. В свете этого можно понять сказанное в Мишне. Того, кто говорит в молитве, того, кто говорит в молитве, тот человек в молитве говорит так. До гнезна птицы распространяется твое милосердие, заставляет замолчать. Говорит Талмуд. Потому что он объясняет деяния Всевышнего милосердием, а они не что иное, как царские указы. И в указе тоже есть определенная видимая логика, но нельзя объяснять его ошибочно. То есть, человек, который молит, говорит Всевышний, он молит Всевышний, мы говорим, Всевышний, смотри, ты милосерден даже к птицам, даже к животным и так далее. Мы ему говорим, замолчи. Да, возможно, эта митва не брать на сетку вместе с яйцами, продиктована милостью, но не обязательно, что это единственная причина, по которой Всевышний дал эту митву. Поэтому мы говорим, замолчи. Ведь тут речь идет не о милосердии по отношению к животному, которое предназначено для пищи человека, и именно в этом заключается его исправление. Этот указ направлен против тех действий, которые приучают к аморальности и бессердечию. У этой заповеди, разумеется, есть и много других аспектов, но мы затронули только один из них, да и то весьма поверхностно. Безрадоша, как мы видим, что заповеди Торы имеют смысл, скрытый смысл, и одна из основных целей Торы, это что мы говорили, что человек, который изучает Тору, Тора сама по себе немного его меняет, учит его контролировать свои мысли, свои желания и свои действия Безрадошем, и кроме этого мы сказали, что человек должен научиться наслаждаться этим миром, использовать его правильно, в меру, чтобы Безрадошем быть здоровым и телом, и духом. Баруха Дуна и Луна. Амин и Амин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!